Важной составляющей любой профессии всегда является взаимопонимание и сочувствие. Однако, когда дело касается волонтеров, можно смело умножать количество затраченной энергии на 10. Именно поэтому в Институт психологии и образования приехали участники благотворительного фонда «Светлый путь», которые готовы поделиться со студентами своим бесценным опытом работы в городах Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Они рассказали о том, как не бояться трудностей и быть готовым в любой ситуации прийти на помощь. На открытой лекции поднимались разные вопросы, но самый важный из них – что же на самом деле такое быть волонтером? Рустам Аламов и Андрей Юртаев на своем примере рассказали, как же быть полезным и не оставаться в стране в такое непростое время. Их главная цель – это помощь мирным гражданам, которые стали невольными жертвами обстоятельств, давая им возможность постепенно вернуться к обычной жизни. Люди, там есть и взрослые, есть и, ну, в основном взрослые, люди пожилые, и есть дети, молодые, родители, даже некоторые, которые оставили своих детей, уехали там на заработки, уехали в Россию. Но много вопросов, конечно, почему дети были оставлены именно бабушкам и дедушкам, и такое тоже есть. Но мы этим людям слушаем. Мы им помогаем. Вот уже на протяжении года каждый месяц волонтеры из благотворительного фонда доставляют гуманитарную помощь мирным гражданам в городах Луганск, Мариуполь, Свердонецк и многих других, стараясь помочь каждому нуждающемуся в жизни на необходимых вещах, вселяя в них веру в себя. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюс.